Послание к римлянам святого апостола Павла Глава 11 стихи с 25 по 36 Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божия непреложны, как и вы, некогда были непослушны Богу, а ныне и помилованы по непослушанию их. Так и они теперь непослушны для помилования у вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости, и видения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь. Евангелие от Матвея, глава 14, стихи с 22 по 36. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и ее била волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак! И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня! Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем Ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, истинно, Ты Сын Божий. И, переправившись, прибыли в землю генисарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелились. Святой Иоанн Златоуст Беседы на Евангелие от Иоанна Глава шестая Стихи шестнадцатый, семнадцатый и восемнадцатый Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Христос, не только находясь телом с учениками своими, но и, будучи далеко от них, устрояет полезное для них. Как всемогущий и премудрый, Он и противные случаи направляет к одной цели. Вот смотри, что Он делает и в настоящем случае. Он оставляет учеников и восходит на гору. Они, оставленные учителем, так как уже было позднее время, сошли к морю и до вечера оставались в ожидании его возвращения. А когда наступил вечер, они уже не могли удержаться, чтобы не пойти и не поискать его. Так сильна была любовь их к Нему. Они не говорят. Теперь вечер, и ночь наступает. Куда же теперь мы пойдем? Место опасное, и время небезопасное. Но пламенея любовью к Нему, они сходят на корабль. Евангелист не без цели, конечно, означает и время, а для того, чтобы тем показать пламенную их любовь. Для чего же Христос оставляет их и удаляется, а еще более, для чего является один, идя по морю? В первом случае Он научал их, каково им быть без Него, и хотел усилить в них любовь к Нему. А в другом, Он показывал им опять свое могущество. Как ни с народом только они слушали учения, так ни с народом только видели и чудеса. Тем, которые должны были получить власть над Вселенной, надлежало иметь нечто более, чем другим. А какие чудеса, спросишь, они видели одни? Преображение на горе, настоящее чудо на море, многие и великие чудеса по воскресенье, а по этим я заключаю и о других. Шли же они в Капернаум, не зная, наверное, но только надеясь встретить Его там или даже во время плавания. На это сделал намек и Иоанн, сказав, что становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Чего же они смущаются? Многие и различные обстоятельства приводили их в смущение. И время, потому что была тьма и буря, потому что море воздымалось. И место, потому что они не были близки от земли, но отплыли около 25 или 30 стадий. И, наконец, необычайность явления, потому что они видят Его ходящим по морю. При этом-то сильном их смущении Он говорит им, «Это Я, не бойтесь». Для чего же Он явился? Чтобы показать, что Он есть Тот, Кто укоротит бурю. На это указал евангелист, сказав, «Они хотели принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли». Значит, Христос сделал их плавание не только безопасным, но и благопоспешным. Народу Он не показал себя ходящим по морю, потому что это чудо было выше Его немощи. Да и ученики недолго видели Его в этом положении, а едва лишь Он явился им, как и удалился. Мне кажется, это чудо другое, а не то, которое рассказывается у Матвея, и что оно действительно другое, это видно из многого. Христос часто совершал одни и те же чудеса с тем, чтобы не только привезть зрителей в великое изумление, но и приготовить их принимать эти чудеса с многою верою. «Это Я, не бойтесь!» Сказав эти слова, Он изгнал страх из их душ. А в другом месте Он поступает не так, потому-то и Петр говорил, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Отчего же они тогда приняли эти слова не вдруг, а теперь поверили? От того, что тогда буря продолжала еще качать корабль, а теперь вместе со словами Христа наступала тишина. Или, если не по этой причине, то по той, о которой я сказал прежде, то есть, что Христос, часто совершая одни и те же чудеса, через чудеса предыдущие, делал более удовоприемлемыми чудеса последующие. Для чего же он не взошел на корабль? Чтобы сделать чудо более поразительным, а вместе с тем яснее открыть им свое божество и показать, что и тогда, когда он благодарил, делал это не потому, чтобы нуждался в помощи, а из снисхождения к ним. Итак, он попустил быть буре, чтобы они всегда искали его, потом вдруг прекратил ее, чтобы показать свою силу, и не взошел на корабль, чтобы сделать чудо поразительнее. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками. Народ вошел и сам в другие корабли, пришедшие от Тевериады. Для чего же с такой обстоятельностью повествует Иоанн? Почему бы ему не сказать, а на другой день переправился на ту сторону и народ? Этим он хочет показать нам нечто другое. Что же такое? Что Христос и народу, хотя не прямо, но косвенно, дал возможность уразуметь случившееся. Видели, говорит, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими. А отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тевериады другие лодки. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. Что другое в самом деле можно было подумать, кроме того, что он перешел море, пешешествуя по нему, потому что нельзя было сказать, что он переправился на другом каком-либо корабле. Однако ж, и после такого чуда народ, пришедший, не спросил его, как он переправился, как прибыл, и не позаботился узнать о таком чуде. А что говорит? Рави, когда ты сюда пришел? Разве кто станет утверждать, что слово «когда» ими сказано здесь вместо «как». Следует и здесь обратить внимание на непостоянство их мыслей. Те, которые говорили «сей есть пророк», которые старались восхитить его и сделать царем, нашедшие его, не думают ни о чем таком, но забыв, как мне кажется, о чуде, более уже не удивляются ничему прежде бывшему. Они искали его, но, конечно, потому, что хотели опять насладиться трапезой так же, как прежде. Перешли некогда термное море и иудеи под предводительством Моисея, но большое различие между тем, что было там и что здесь. Тот все совершал молясь и как раб, а этот со всею властью. Там вода уступила напору ветра, так что можно было перейти по суху. Здесь же было большее чудо. Море оставалось в своем естественном состоянии и таким образом носило владыку на своем хребте, подтверждая изречение, которое говорит «Ходит по морю, как по земле». Между тем благовременно совершил он чудо над хлебами, намереваясь войти в строптивый и непокорный Капернаум. Он хотел смягчить неверие жителей этого города чудесами, не только бывшими в нем, но и совершенными вне его. Стечение в этот город такого множества народа, выказавшего великое усердие, какого не могло бы смягчить и камни. Но с ними не случилось ничего подобного. Нет, они желали только пищи телесной, а потому Иисус и укоряет их. Зная это, возлюбленные, будем благодарить Бога и за чувственные блага, но еще гораздо более за духовные. Этого хочет и он, и ради этих-то благ дарует и те, привлекая и научая ими несовершенных, как людей еще сильно привязанных к миру. Впрочем, если они, получив эти блага, на них и останавливаются, то подвергаются осуждению и наказанию. Вот и расслабленному Христос хотел дать прежде всего благо духовное, но присутствующие этого не вынесли. На его слова отпускаются тебе грехи твои, они сказали сей хулит. Да не будет же с нами, убеждаю вас, ничего подобного, но благо духовное да будут предметом наших особенных забот. Почему? Потому что, когда есть блага духовные, не бывает никакого вреда от неимения благ телесных. А если нет их, то какая нам останется надежда, какое утешение? Потому о них всегда нужно молить Бога и их просить. О них молиться научил нас и Христос. И если мы вникнем в ту молитву, то не найдем в ней ничего плотского, но все духовное. Даже и то немногое чувственное, о чем мы просим в ней, становится от образа прошения духовным. Уже и одно наставление не просить ничего более, как только хлеба насущего, то есть ежедневного, было бы знаком ума духовного и любомудренного. Но смотри, что предшествует этому. Да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя, и на земле, как на небе. Затем, сказав о том чувственном, он тотчас уклонился и опять пришел к учению духовному, говоря, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Ничего не сказал о начальстве, ничего о богатстве, ничего о славе, ничего о власти, но включил в молитву все, что клонится к пользе души. Ничего земного, но все небесное. Итак, если нам заповедано воздерживаться от вещей житейских и настоящих, то как будем мы несчастны и жалки, когда станем просить у бога того, что он заповедал нам отвергать, если и имеем, чтобы избавить нас от забот, отчего повелел просить, о том, не будем иметь никакого попечения или даже не будем и желать того. Подлинно это значит пустословить. Потому-то, хотя мы и молимся, но не получаем успеха. Как же, скажешь, богатеют люди злые, как неправедные, преступные, хищники, лихаимцы? Не Бог дарует им это, нет. Но как же Бог попускает? Как попускал некогда и богачу, соблюдая его для большего наказания. Вот послушай, что сказано ему. Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а лазащ злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Итак, чтобы и нам не услышать этого голоса, нам, которые суетно и безрассудно проводим жизнь в роскоши и прилагаем грехи ко грехам, станем заботиться о приобретении истинного богатства и совершенного любомудрия. Через это мы получим обетованное благо, которых и досподобим все-все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом Слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Слава 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 Субтитры создавал DimaTorzok